Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестягин Олег. А сегодня нас порадуют зрители со своими интересными наблюдениями и находками по гугл карте. И сегодня мы рассмотрим наблюдения от двух зрителей, а это Евгений Чи со своей темой, темы канала, и зрителя под ником Жизнь в Радуге. А предлагаю начать просмотр от зрителя под названием Жизнь в Радуге. Давайте посмотрим, что он нам интересного прислал. Так вот, Жизнь в Радуге мне пишет, Олег здравствуй, хочу тебе показать кое-что на карте Земли нашей, для твоего канала на ютюбе, думаю тебе понравится. Я хотел это сам сделать и даже пробовал, но раскручивать канал это долго, а у меня нет на это времени. А сказку вернуть надо, рассказать как родилась планета, кто мы, где мы и куда. На твоем канале много подписчиков, а значит много кто видит, а это именно то, что мне надо. Я могу все это объяснить и не только это, но нужна помощь, сначала показать все это. А может кто-то поможет нарисовать мультик, да и поговорить бы с астрофизиком, может тоже он увидит или покажут ему. У меня простые слова, но нужен научный подход. Далее у нас переписочка тут была, немаленькая. Жизнь подготовил небольшой ролик. Ну к сожалению без озвучки, но я думаю и так каждому будет понятно о чем этот видеоролик. Давайте откроем его и посмотрим. Знаете, многие зрители, многие также исследователи, видят разнообразные рисунки в очертаниях континентов, лесов, рек. Я вот к примеру этого ничего не вижу и знаете, никогда не видел. А вот многие зрители видят и присылают мне вот такие вот странные картинки. К примеру, как сейчас вот я вам показал, голова черепахи. Далее мне человек вот показал, к примеру, заднюю часть этой черепахи. Давайте дальше посмотрим, что он тут понарисовал нам интересного. Такие рисунки мне уже неоднократно присылали. Ну вот с черепахой и с лицами гигантскими, первый раз вижу. До этого, конечно, гораздо меньше рисунки присылали, то есть по объему там с область какой-нибудь. Ну а здесь, как видите, уже гигантские континенты. Не знаем, что зритель под ником Жизнь хочет нам показать, вернее рассказать в будущем. Но пока, как видите, он просто показывает рисунки. Я, к сожалению, только увидел черепаху отчетливо и силуэт как гигантского черта. Вот такие вот наблюдения были от пользователя с ником Жизнь в Радуге. Ну а мы давайте посмотрим, что же за тему с темой каналов прислал нам Евгений Чи. Евгений пишет. Добрый день, Олег. Хочу инфу скинуть для небольшого расширения темы каналов и дам Северной Америки. Нашел интересные гидротехнические сооружения на Кубе – парке. По сути, это просто большое болото. И, судя по описанию в интернете, болото известно не только своим размером, но и тем, что его водные угодья сохранились лучше, чем другие. Они расположены на Антильских островах. В 1971 году болоту Сапата присвоен статус заболоченной территории международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией. Что я там увидел? Прилагаю скрины. Они примерно соответствуют порядку координат. Информации по Сапате я нашел мало, поэтому одни догадки. Однако я нигде не встретил обсуждения этого вопроса и вообще упоминания каких-то каналов на Кубе, в частности. Вот здесь Евгений оставил координаты. Далее, немного попозже мы их все рассмотрим. А дальше пишет. Там этих каналов еще полно. Большинство тянутся к побережью. Можно предположить, что их пробили с моря, потому что нет возможности проложить дороги, но тоже вызывает сомнения ради торфа или древесного угля. Из описаний туристических гидов, этот район Кубы малонаселен. Большую часть его территории занимает болото и леса. Раньше жители этих земель добывали торф и производили древесный уголь. Сегодня полуостров Сапата, заповедник дикой природы, богатый птицами и животными. Вопрос, а для добычи угля и торфа сделаны эти каналы в заповеднике? Как вы думаете? Тогда, а для чего столько ответвлений или каналов, не связанных с большой водой? Также там написано, что нет дорог до западной оконечности полуострова. Как тогда строили нынешние кубинцы эти каналы? Они очень напоминают те каналы Северной Америки, что вызывают столько вопросов. Мое мнение, что кубинцы не имеют никакого отношения к этим каналам и дамбе. А места добычи торфа видны на восточной стороне заповедника, поближе к дорогам. Ну, а про круглые озера не знаю, стоит ли на них обращать внимание. Так, ну а мы давайте откроем карту. Я уже приготовил, где все это находится. И рассмотрим более внимательно. Вот первые координаты этих каналов странных. Да, как видите, они все идут со стороны, то есть залива. Каналы непонятные, также и для меня. Я их уже изучил, дорогие друзья. И не ясно вообще-то, для чего эти каналы. Кое-где они практически идеально ровно проходят. И тут, к примеру, некоторые пропадают в болотах и не видать их. Не знаю, может быть заросли, а может быть не доделали. Некоторые доходят до озер и пропадают так же. Вот, к примеру, как этот профиль, который я вам только что показал. Таких профилей просто гигантское количество. Они как маленькие, то есть по ширине, так и более гигантские. Вот, к примеру, как вот этот профиль. Вернее, канал. И посмотрите, какая идеальная ровность. Вот здесь поворот. И дальше, если проследите, этот канал практически зарос. Я так же не думаю, что это связано что-то с торфоразработкой. Слишком далеко они ведут. И внезапно бывает пропадают, как в этом месте. Ага, вот здесь также рядом самолет обнаружил. И сразу же хочу на вопрос ответить. Мне как-то в комментариях задали. Ну, как можно на этот самолет смотреть, если ты смотришь с обзора высоты 1700, к примеру, двух километров. А самолет же летает выше, там на 5-8 тысячах метров. Дорогие друзья, это я смотрю по карте с высоты, грубо говоря, к километру. А сама фотография эта сделана, я не знаю, может быть, там с 30 километров с аэростата какого-нибудь, или там со 100 километров, или 200 со спутника. Я, к сожалению, не знаю, как эти фотографии создаются. Но то, что очень часто попадаются самолеты по спутникам фотографии, это 100%. Я уже где-то около сотни самолетов видал. Так, ну а мы давайте опять вернемся к теме наших каналов, и посмотрим, что тут интересного я насмотрел. Да, вся территория заболочена. Также нигде я не обнаружил никаких поселений, деревень, ну и тому подобных, где проживают люди. Но практически везде вот встречаются вот такие вот каналы. Да, по берегам эти каналы заросшие вот такими вот пальмами, деревьями. Также, если посмотреть, то есть по этим деревьям, то складывается ощущение, что, ну, возраст этих деревьев в среднем, то есть по 50-100 лет. Так что этим каналам, ну, не меньше, мне кажется, 50 лет. Практически все это болото вот таких вот каналов. И все они ведут, как видите, вот с этого залива. Также, если более детально все эти каналы рассматривать, мы увидим то, что каналами этими практически никто не пользуется. Большая часть таких каналов, она просто заросла. Да, местами, конечно, где-то отреставрировали, но это всего лишь для туристов. Немного далее, конечно, можно увидеть что-то похожее на торфоразработку. Но если также более детально все это рассматривать, ну, вызывает сомнение. Торфоразработка это в прошлом была, или что-то другое, что непонятно. Ну, разметочка вот такая, как сейчас я вам показываю. А что я засомневался, почему с торфоразработкой? Ну, дорогие друзья, во-первых, огромное количество таких вот каналов, непонятно, куда ведут и для чего. Вот, к примеру, как вот это вот. Такое ощущение, что, знаете, мимо сначала пошли, потом поняли, остановились, вернулись назад, и опять давай прокапывать канал. Вот такие каналы, как видите, заканчиваются неожиданно, и никуда не ведут. Что это за каналы? Для чего они? Может быть, это с мелиорацией что-то связано с осушением болот. Но как можно болото осушить в середине, к примеру, болот этих гигантских? Я не думаю то, что это осушение. Вот, к примеру, канал вот с этого искусственного озера. Озера эти также немаленькие размера. В среднем, в среднем, более километра шириной. Давайте посмотрим, куда ведет канал. Вот он не доходит даже до побережья и заканчивается в болотах. Так для чего же рыли и тратили время и финансы на рытье вот этого вот канала, который в данный момент, как видите, заболотился весь, и им не пользуется. Странно, не правда ли, дорогие друзья? Странные каналы на Кубе. Куба сама по себе не богатая страна. Знаете, заниматься рытьем непонятных каналов, я думаю, она не станет. И, скорее всего, все эти каналы созданы, ну, мне кажется, ну, лет 200 назад. По крайней мере, это мое мнение. Так как практически все берега у этих каналов, они заросшие большими деревьями. Можно даже по фотографиям посмотреть, как эти каналы выглядят. Как видите, по ним туристы продвигаются на моторных лодках. Расстояния не маленькие. Вот так деревья эти выглядят вдоль этих каналов. Также мне еще один интересный момент здесь заинтересовал. Вот здесь рядом с озером, по Туна-дель-Тессоро, проходит также сеть каналов. И вот один канал для чего-то заходит в озеро. Мы видим даже сквозь воду, как проходит он по дну этого озера. Дальше прорезает вот такой вот островок небольшой. Это что за каналы такие, дорогие друзья, которые даже по дну озера проходят? Не правда ли? Странно. Вот такие вот странные каналы на Кубе, дорогие друзья. Также рядом можно увидеть, если кому-то интересно, крокодиловую ферму. Да, скорее всего, каналы уже прибрали к рукам местные олигархи, запустили туда крокодилов, зовут туристов и зарабатывают на этом вот такое вот у меня мнение, то, что эти каналы используют не по назначению. Да, туристы, плавая по этим каналам на лодках, скорее всего, даже не подозревают, как видите, так и пишут просто. Канал среди болот к озеру у сокровищ. Никто никогда не задумывается, кто создавал эти каналы и для чего. А на этом, дорогие друзья, я этот видеоролик заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok